Как сказал известный психолог Дейл Карнеги, для человека звук его имени – самый сладкий и самый важный звук человеческой речи. И это правда. Именно поэтому выбор имени для новорожденного – один из важных этапов жизни любого родителя. Среди изобилия имен выбрать подходящее для ребенка сегодня не так просто. Именно для этого будущие родители обращаются к различным источникам. Как показывает последняя статистика, проведенная сотрудниками отдела ЗАГС Брестского горосполкома, сегодня наибольшей популярностью пользуются старорусские имена, среди которых Елисей Нестор Яромир у мальчиков и Прасковья Серафима София у девочек. По-прежнему актуальными остаются и те, которые на слуху – Анастасия, Дарья, Анна и Мария, Артем, Максим, Матвей и Даниил. Как выбирают имена для своих чад брестские родители? Чем руководствуются? Каким методом прибегают? И сложно ли в настоящее время отыскать в таком множестве имен что-то по душе? Наверное, когда… При рождении детей. При рождении, наверное, за неделю, за две, наверное, до того, как уже начали задумываться о том, как назвать наших ребятяток. Вот. Ну, конечно, столкнулись с тем, что имен очень много, разнообразное количество. Да? Да. Перелопатили, конечно, и литературу. Смотрели и в православные церковные календари, которым ближе имена будут. Вот, наверное, руководствуясь этим, выбрали имя София, потому что у нас как бы две девчушки. Вот. А второе имя, конечно, навеяли и родственники. Примечательно то, что в последнее время брещане дают своим детям и необычные имена, пришедшие из иностранных языков. А также взятые из фильмов и литературы. Кто знает, почему. Ради того, чтобы выделить своих детей из толпы или же по каким-то иным причинам. Как бы там ни было, факт есть факт. Таких примеров множество. Среди последних, зарегистрированных в отделе ЗАГС, наиболее популярными являются Мишель, Ариадна, Ариана, Доминика и Эмилия. У девочек Валентина, Демид, Джозеф, Алекс и Дамир у мальчиков. Это традиции одного из родителей. Потому как, когда беседуем также с родителями, когда у нас есть необычное имя, мы обязательно даем уже письменное заявление. И чаще всего на регистрацию рождения приходят папы. И большинство же из них, они являются гражданами иностранных государств, Они объясняют это тем, что вот в нашей стране вот это имя, оно приносит определенные какие-то блага, определенные преимущества. Поэтому вот это имя, он хочет, чтобы носила его дочь, либо носил его сын. И мама уже прислушивается немножко к пожеланиям папы. Выбирали мы с мужем очень давно. Еще когда начинали встречаться. Мы перебрали кучу литературы. В основном это были какие-то астрологические журналы. Оказалось, все очень сложно. Ей ничего не подходило. Потом муж, когда ее увидел, он сказал, что будет Арианна. Как бы там ни было, чем бы не руководствовались родители при выборе имени для своего ребенка, традициями, религии, литературой, советами других людей, в любом случае к этому вопросу следует подойти со всей серьезностью. Главное, чтобы в этом поиске и мамы, и папы думали в первую очередь о своем чаде, а не о креативе и вычурности. Ведь, как сказал тот же Карнеги, имя человека – самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Так будьте же особенно внимательны, дорогие родители, на этом важном этапе своей жизни и жизни вашего ребенка. Выбор имени – это довольно-таки кропотливая работа. Потому что родители хотят, чтобы их ребенок был самым индивидуальным. То есть то имя, которое они ему выбрали, или то имя, которое они ему присвоили, чтобы оно подходило ему. Так как имя в нем нарекается ребенок, и дальше уже с ним он идет всегда по жизни. София Бережная, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.